Я распространяю архитектуру Литипска, то есть, что ведаю, и она не такая интересная агонная, агонная заработка. Дямая агонная информация про архитектуру Литипска. Вот я заседаю в вашем доме, а не какие-то дебудинка. И покажу тебе материалы, какие мне все можно сносить. Я бы хотела пожаловать с ними коллег, которые тут имеют весьма. Их надо, ну так. В окольный дом их коллег двадцати по Литипску. Ну и 10 человек, да. Наибольшего дома и наиболее знамое — это 1664-го похода. Я бы им не было вовремя ушла туда, потому что есть угни по Литипску, и вам доброе описание. И доследчики шмарчатся. И есть информация по этой карте, по будинкам по этой карте. Тому не буду засередать вашу увагу. Может так, для никаких особенных будинках. Я бы хотела здесь родить вашу увагу на эта мапа 1834-го года. Мне не было никаких слов сказать. Потому что, наверное, она выполнена у принципы по принципу суперпозиции. На большей стороне, на большей стороне, на мапа, гуля, она забудована. Мы ведаем, что, по-пиршему, раздел Раджи Посполитой, и это будет в 1872 году. Это, может быть, одна дата для истории Кавилья Гену. Еще некольких таких уплывовок дят. Вот. Витипск трапил в Российскую империю. А мы ведаем в той час, починаем пановать такие стыли о классицизме. Я сегодня раз поведу об трех стылях. Ну, может, о некоторых таких галинках, об этих стылях. Это некольких слов. Но некая вылная джастка – это будя барокко, крышечка о классицизме и крышечка о глядеге. Я вижу, что в Тро-Витипске наиболее цикавое – это барокко. И она не только, ну, такого, нестычкового взрыва, я вижу, что она европейского. Хотя, вот, с прошлым часом в интернете сустрыл этой колоскоповича, який, ну, так, мавляю, что на Беларуси не было значной архитектуры, все это такое нестычковое, все это другое, я знаю, ну, нема будинку, який можно было лечить с добытками там, скажем, европейской архитектуры. Я за ним не помчалась, потому что я лечу что? Ансамбль, бароковый ансамбль Витипска – один из найлепших ансамблей, архитектуры барокко, уголь в Европе. Ну, подкресливаю меня в этой ансамбле. Безумно там есть и текарные будинки с боку архитектуры. Чому это так? И чому я там переканавливаю свои? Потому что, ну, мы знаем свечи не об этих архитекторах, який образовали. Ну, вот, я думаю, что один из основных будинков, який зараз, ну, и узнолин – это Успинский собор, ну, Базрианская кляшка, выканан под керамницей, ну, а из прессованы Юзефом Фонтана, и для его, ну, можно так, ну, ведь пера еще належит, и теолога належит, и форны кассел на жаре, який зараз войнован. И это поздняя барокко, и мне очень интересно, я потом пропулюсь на архитектуре этих будинков. Але что за особа Юзефом там откуда? Это малыш, но фонтану было некогда, и, как означает, боберский, ну, польский доследчик, ну, архитектуру далеку Беларуси и Витебшину, я увеюсь, тороче, я буду его мапу, покажу вам его мапу, означает, что фонтана, ну, минавито Юзефу Фонтана, минавито с приставкой Витебске, повинен быть знаным, потому что его старейший брат был королевским архитектором в Оглево-Польше, ось, и он был, ну, некий час працавал у Вини, и по составу там у Вини и след Юзефу Фонтана, и был жанат на цирке, не был прозвища, виленского архитектора, так само, який шмат зародил у Вини, там это особая такая, яка могла выбирать инвестора, и коли з'явилися инвесторы, это, прежде ж, базильяны, доминиканы, он переехал в Витебске и просовал дарышей завтра в 1999 год, с дня на рожжение ест в водах, а у нас, ну, вот и будет я, раз в 200, а дарышей на рожжение, ось. И та архитектура, яку я покинул, ну, баракова архитектура, была уписана те будинки, яке были, ну, крышечку ранее збудавана, скажем так, а и крышечку поздней, тарыш Воскрасянская, яна, ну, поздней была крышечка збудавана, пляшта Бернардина, ну, Антония, ранее збудавана, ну, и за этой ше ранее. А лишь творился ансамбль с некольких помником, и я покажу это его яво, и они добро иллюстрованы на арафичных працах пешки, и, ну, ну, коли их назираешь, переполняешься гонором за то, что снова-таки ансамбль, и он был, ну, так, удало архитекторам описаны о рельефе города, и неводных бутыринок не перетяг, можно так сказать, на себе, и они працуют разом. И вось, коли попали одеть то, чем я казал, но что належало до этого ансамбля, на этой карте, и слоить все бутинки в этом ансамбле. Ну, чему я не казал, не кажу там про фарный костер, добровищенская церковь, доминиканские, потому что, наверное, крышечку по особенному, это так само ансамбль, церкви Тепска ансамбля, я, ну, побольше я кажу об этом ансамбле, я бы хотела, ну, я взгадываю, это и визуиты, Бернардины, Базыльяны, ну, и Воскресенская церковь и Ратушь. Ну, когда мы глядь именно на план, не на Бараковой Мапы Витебска, тут я не представляю, а лишь, я направляя классицистичный план, по особенных звездках, это выказано из того, может и так, ну, знакомитым петербургским архитектором периода классицизма, это Магиревская площадь, так? Глядите, то есть регулярный план, ну, сама площадь, ну, Амаш, что, квадрат, Риа Гжамия, водить в улицу, так? Чему Магиревская, потому что, ну, напрямок на Магиревскую, так? Вось, прагитый и в улице, якая, голубная улица, якая, шла в этой площади, называлась ранее Великая Магиревская, была Шамалая Магиревская, Воскресенская церковь, и празгэтае проглядываяць, проглядываяць, проглядываяць у улицы, ну, семнадцатого, восемнадцатого стола, так? Глядите, ну, не регулярно. Ну, заработаю на внешней кропке гляджами, кае архитектор, ну, талбель не было такого, ну, понятия, як архитектор там дойдет, то в одной особе был человек, який прямо орошене, а деполина паку давать, керавав этими працами, была, ну, такая практика, это зараз у нас архитектор тольки малюе, ну, и сочи, а ранее вели, у кого были апелли, и он целком выполнил эту працю, от початка, от эскиза и до, ну, закончения этой работы. Вот. Коли выбирали, выбирали, где был повинен город, во-первых, улучшили природные факторы, это повинен было быть, ну, повинен был быть, повинен был быть остров в Мике, да, ну, рога для злочин, потому что основные износины, там, шестнадцатый, шестнадцатый, я не скажу уже ранее, семнадцатый, восемнадцатый, отбывались по раке, ну, у нас звена, от звены, отбывалась, отбывалась, и видела, как опоясывала, этот остров, и на нем повинен находится гора, и там массовался основное сбудование. И, как говорила, в Севицерске, мы ведем верхний замок, на жаре та гра звусь на ванну, когда на этой карте наше брачное, и я показала, где есть уявы, где наше звусь, не только уявы. Тут находился обороночая избудование верхнего замка, и потом уже вдали подшелся, так званый подол, ну, я думаю, что тросы и инжи расповедали вам об этом, и так далее. Основное, что я хотела проиллюстровать, это, что старовский план, план здорово, лег на сетку в улице. это улицы пробивались, как было скорее для житая, то есть ориентация была в залежности от скорого света, ну, тем, что я уже сказала, это обороночая модель. Так, и переключимся на большинство меньше и есть мапа, какой мне да, это польские доследчики, которые живут в Варшаю, да, на этой карте я нанес, ну, на сучастную карту, на сучастную мапу Витебска я нанес основные Витебские замки, позначенные вежи, позначенные романские сбегования, вот, ну, Добробашенный замок, Вижний замок, Зоборский замок, и Шкаска, ну, воля закупала, да, ранее там проходила рельеф, ну, сказали казаться, что он был крышечку инши, это не так, он был значительно инши, и значительно от того, как мы можем за раз вызрать, это и то, что поднялся культурный класс, и те, ну, там, годовнейшие працы, которые бывали в городе, и они значительно сменили рельеф Витебска. И ее совершенно мапа, их было выдано две, вы видите, да, мапа 1904-го года, это именно та, какая была выдана в дадиме у Витебска, в 10-м годе, она была первой выданою, без заработы. И мы крышечку оброзниваемся, ну, и есть эта мапа республиканская, так, на какой добра башня, на какой добра башня, на какие будинки вы подавали в Витебске. Я бы хотела еще раз проиллюстровать, ну, с почетку я покажу на мапе в середине 19-го года, две площади, которые были утворены. Зараз Магилевская площадь, а мальчата, сгублена. Зараз осталось некаких будинков, с этой площади. Один двуповерховый церковный будинок, на супрацер архива, поезда у дворы улицы Ленина, да, и там есть Гоголевский проезд, так званный, застался, ну, фрагмента былой Гоголевской улицы, так, ну, засталось Гоголевская 3, это былое реальное училище, одна из основных функций. И теперь это Гоголевская 5, и вот, это был кончатковый припунок, один из кончаткового припунка Гоголевская Томбай, так, потом была ворона Смоленская площадь, там Торунок в Разумея Смоленская, где вместе все в рамках, так, и потом была Торунок Полоцкая площадь. Так само от Полоцкой площадь засталась и засталась Аполлова Микорки-Забудовики, это улица Покровская, улица Севска. Все бы хотела запомнить вашу увагу, что Зара, заголовная улица и уголовная ось Одна заголовная ось, их две, можно так сказать, это улица Ленина, и улица Замковая Киров, и Дали Фунзе, перегоржовываются на площадь Свободы, не взял фрагмент послевоенный Дали Фунзе, и Дали Фунзе. Потом она сборживала и шла про смост, который зарастут, как даром даром и шла даром и Ранее мост до того, как з'явился в середине 19-го каменный мост, первое было прозвено, зимой это зразумело, по льду, а так понтонно брались лодки, на которые плались полностью, прозыг, аж з'являлся на годы и мы и головная вось это тое, зараз, якая поборжевская будинка, где мы зараз поборжеваем с Костричной 13-й вось я покажу, где зараз мы находимся во всей идее и вот тут находимся и заховалась шерах будинка это была значная горница бездом шерезда находятся значные будинки из будавани истории классицизм они застались тут я назвалась была подвинская и была головной улицей на той час основные будинки из будавани вместе было подвинская и подмешили рост а планы а вот планы еще 24-го года ну найдем добробашние тая система которая была запланована в початку 18-го роста в годе она была мажда жительная другие такие годы давнейшие изменения прошли после великой джинной войны город был порушен распроцованы новый генеральный план решили распроцоваться на Украине в городе где распроцовались в Харкове в Харкове в Харкове и было докладнено уже у нас в филиале Витебска держпроекта он был докладнен целиком изменил турнировку центральной участки была пробита совесть это уже улица Кенова пробита улица и были завойноваты Алексеевская гимназия с выдавания были участкованы на улице Замково здесь это Калово Захарлаусе и далее по улице Фуньзе была пирогдована и улица Левина была смоленская но тут целиком завойнованы Сахонья и Боготая улица и Бернардины и была такая концепция Доказалось я хотела познаёвить именно это самим спирином так что значит отравленное дуэринство для этого были такие материалы которые не живы дома и их надо перелагать те некие специальные консервационные дебавки для консервации но Витебск конца 19-го 100 годзя был большей своей части проблем мураваны были только центры и были великие пожары в конце 19-го года были пожарники ана что с меньшего забудовались но не все могли дозволить себе мураван с будовами к тому звучайно подморки были каменные ну кто мог себе дозволить это цокольные деперши выдавались управлять один из таких выкладов целком заховавшись управлять на подымках по улице розы я мог рассказать про оборудование дравления потому что они были больше однольковые на Центральной Европе и выдавались по однольковым принципам у явлений объекта есть мапа 1666 года и больше а добро описаны а еще один будинок реставрован это окрыжование Суворова и Грабоедова заховались в правобережном районе кали походить по закололках то можно знайти приклады будинков яки може и не конца 19 и не по шапку 20 а в этом крупная архитектура и зараз пропорок и зараз пропорок зараз пропорок в явлении пропорковую архитектуру не не ягая мне ее сдвину я не главы якости это разумно сделано из радуши после ансамбра не казалось я как я и м а марш захава все добробаш антони я шаг не 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 я крестоват прохожу побачь я зауважаю что там есть такие моменты которые на самой справе не были выражены инакш что я мимо этих вок они были выражены инакш и что отличается от знаков по вертикали по вертикали что изменились самые плотровочные знаки по улице Севорова я бы хотела взвернуть обошву покрытие отдыха при рестаурации это он это драме было покрытие даха наиболее распространено покрытие было те железа те дрампы и безумно состыкалась доховка нижний замок был покрытый доховкой и при раскопке духовского курика была зной доховка европейского узора они были здоровенные и забирались в проект реставрации это проект реставрации музеификации целостного узнавления распроценили эту доховку как ее можно было узнавиться не не как сказалишь зараз у нас не засталося покрытие драмкой там можем устроить покрытие дожками но это только там я могу нагадать что это это сучасный будинок а так это не осталось на гады будинки мы бачим как раз три новые будинки пустые классицизма которые появились на Падзинской улице и на Суворовской улице Толстого 1 я бы хотела вернуться на то что классицизме этой будинки в основном спрацовывались по типовой проектах тогда уже было типовое проектование и тогда было типовое журное проектование у Витебска заховалась досыть классицизм мы скажем что Витебск значительно потерпел а лишь упоравнание с иншими родами с иншими местами на Беларуси в Витебску можно целко назвать стыль классицизм и эта будинка у разных конца города заховалась один что классицизм это это велопедарный стыль и он не так выглядит как больше поздние будинки у которых было больше декора а лишь тем не менее они больше старые и надо сказать что они добр заховались и я покажу на наступной године приклады с получались они один помеж собой просто такие брамы так брама исновала и объедновала будинки с большая большая участка для проезда там кайта безумного и для просто для проектов вот это топовое проектное рашино бутынки сделаны по топовое что точится барокко я покажу и бам а так вы распредел правило вот эта схема чертеж який выканал чантуры на яким он проанализовал взаимодействие баракула ансанг и я сказал что бараку ансамбль складался из иезуитов бермагзина галета заян воскосельская цапоя раджа что эти длинки получались и их анфетектура выдавалась на миссу потому что арендованы не классично заход исход полночь полдень мы бачим что воскосельская церква арендована полночь полдень антоний классически арендован исход заход и иезуитский так само не потому что самое головное двора и площ собор святого антония немедо писали он подобный святого крыжа у архитектуры и тут есть приклад что бароковая бароковая архитектура такая экстатичная архитектура яка апеллюя и барокко архитектура какого национального узнесли 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 архитектуры архитекторы экспериментовали с деталями с насыщенностью самого архитектурного строя барокко мы видим пришло на смену архитектуры и есть в процессе этого есть типовая для бароковой архитектуры 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 алименты это наибридж наголовная аси это фронтоны где процовывались валютами алименты это типовый бароковый алименты романских с будовами хены выносились на ракуши так наибра наибра до полива наибра и две вирьми пласничная карнизин и сама фронтон это вирьми наибра И вот там команда, что вы не сносите правых линий. Коли архитектуры ренессансные, это правые линии, то Бараковая, или уже Рогаковая архитектура, это наскрозь линии, какие энергетические гармоничные, безумовно подпородковываются Васямики есть на YouTube, те мифы, те концепты сакральной архитектуры, те калидорово-романская архитектура, те жилой архитектуры. Ну, когда я говорю про жилую архитектуру, то я, наверное, на первую очередь хотела предсказать, что это кляшторы монастырские, потому что муравонная архитектура – это буриль, бутынки с будования замужных горожан, и муравонные бутынки – это сакральная архитектура, ну и архитектура ула, губернатона, те, волеводы, те иначе. И возле этой собор святого Антония, ее интерколумии, я покажу те архитекторы, ее растягнуты, потому что Бараковая архитектура, это найперш, когда это, ну, возле играется Бараковая архитектура, не оттянется вверх, там вот эти фасады, крышечки, выплюснутые, и они шмат ярусные, и идут вверх. А Антоний, и там, кто-то архитектура, он подпродковывается в месту, и его растянуты, когда рынка вы прошли. ЗАГС, поградим на его ярую пешку, так? Ну, это я, это я, это я разрублено за, так, сбоку, площадь свободы, так? Базильян, ну, там все строгается пляж, это, что цикало, что Антону так само Бараковая, я не веду, что забуду, ну, что за все равно, там, ну, вот, я тут выдавали право, так, это, это, дальше заховался шмат материалов, я не день сустрякала в нашей литературе, это материалы, материалы в интерьеру, есть прокузина горска, выявы в интерьеру, иезуитов, николаевского собора, там, иконостас, а это Бараковый иконостас Антоний, заховывается в Варшаве. Так, так, это Великая Махилевская, а мальчистого места, где покерения выявы, только и другие бог, это Москосинская, я наш, Кожемянская церква, так, Сагудова, и теперешняя улица Калинина, Друховская церква, Пирагудаваны, там, есть у меня паркотина Англовская, я покажу, что за раз, у нас возработало спасение. Основное забудовое, отравленное, и только, ну, тронитарное, так само, переводованное. Это первый раз Раучов, Дунай, и там, где зараз, где стояла хрань, самого Калинина, один. Была Витебская радия, былое, зараз, буденок, выкористовывается, и это был Хедра, сбоку Хедра, сучасного, улицы Калинина, один, дается. Наталья, башня Добровишенко, перепорцеванная, оборочная, и фарна Косёк, старый барок, Доминикану, с ними, два, мы можем. И вот, можно сказать, головная руя, вода, яка, да, я увидел, в Витебску, середина, восемнадцатая страна, мы можем, двой, половую, восемнадцатая страна. Зараз этой, ну, мостики, там, где проходит улица Фрунзе, ну, где гадает ручей, раз улица Фрунзе, ну, а ранее, ну, получается, той ранее, что дали это, ранее назывался, Гутравшизна, где зараз эта академия, янгуза, выдаваны, в основном, как с деканского, а вот, центры города, иезуиты, базилианы, бернардины, воскресеньцы, церковь, наобеды, что-то создали, да? Ну, только ранее, не был у губернатора, а так, ну, такая архитатура, так, такая архитатура, с бараковой архитектуры, покольки, моя основная тема, это архитектура Витебска, святодуховка, я могу сказать, может, там, крышечку, за натяжки, но, так, она и весьма самая справа, это позднебаракова архитектура, архитектура, якая, в самом всяком, в самом своем рослиде, и, потому, можно сказать, что, и кажуть, и основном, сострыкается, что это архитектура Виленского оборота. У Вильнии заховалось больше будинков, и еще больше аутентичных будинков, потому, что аутентичных будинок, кем-то новобот, это крышечку, две разные архитектуры. И, ну, конечно, ну, и я, Маруш, как бы Витебск были узловлены иезуитами Николаевских соборов, и как бы были узловлены например, на дыны, они бы дали, дух города узнавили, узнавили тое чувание, якое опановывало не тым, кто провел авто, проезжал у Витебска, Витебске, шмак, и який натхняли горожанам, что мы верим, что Витебску, ну, Витебске творчество, и здаром, конечно, что Витебске культурное столице. Это выглядит сбоку с Ускенской горы, это изюит, и тут еще большая вежа, и она снувала сам вебятный фронтон, вежа сама в костюме, а тут уже подынок, який так сама называю на ванну, спереди, мы сейчас идем об бараковой архитектуре, и наибирж эта архитектура сакральная, и она отлично сакральная. Як зауважить эту архитектуру? По-первых, эта архитектура ишла от плана, это были сакральные ну, я загадываю, попивший, ухотел капуле, вы загадывали, что головной это был фасад, и весь основной родился капустелец на ты, кто приходит из ухран, и, ну, не подшторкнути, да, задавненькие эмоции, это фасад, ну, и безумно, и боковые фасады, так само имели свое уздеяние, а лишь это основная, основная акцент на голубом фасаде, и на объемно-простовое побудовое самих соборов, да, мы имели те, что мы имели однозальную архитектуру, хотя и сустракалица великие побудовые однозальные, да, но основные мы раз повсюду нашли трехнефовые и пятинефовые побудовые. Это основные коридоры храма большейшие, а ты помнишь, и они меньшие. Это давало важливость свету попадать в разные куты храмы и створать свой особый настрой в этих сакральных будованиях. Все храмы Витебска были в основном и в основном, а у все были двумежимы. Воскресенская церква и имели ярусную побудову. Бараковая архитектура притремливалась у своей побудовы, так же канона и ренессанских, и его были канона классических архитектурой. первые ярусы были больше массивные в своих пропорциях, и опроцовка их была больше спрошенными деталями. шеи поднимались, они набывали, заявлялся больше пластики, и сами канонезы становились совестными и пластичными пластичными. И завершались опошные ярусы это как само шмак ярусными покрытием вверх, веке не прибавшим, это сдается докладно. не как классицизм они заховались в добром стане, когда можно так сказать. Вот я уси архитектуры больше силы. Воголя архитектура опелевала двум плыням архитектурами это романская архитектура и рейшинская архитектура и распространялась она. И подпоротков со строгим каноном. Во-первых, они были в основном архитектура до конца 19 стола и позднее она будет на архитектура до конца 19 стола до 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 и вильнюю танчанную работу. Гвальнуевья за, можно так сказать, за классицизмом, и это заявляется часткой классицизма, есть такое отхиление, как ампир. Чым ее матрознувается от классицизма? Тем, что там есть выявые, связанные с военной атрибутыкой. Это стыль, скажем, в анапартийске, стыль, який увел Наполеон. И в архитектуру Витебска есть помники, який, можно так сказать, сделан под вплывом стыля ампир. В этой его объекты был шмат-будынком стыля ампир, искрала приклад стыля ампир, уже можно сказать нео-ампир, это побудовано в Воскресенье, ну, зараз, теперешняя улица Правды 5А, и Витебска-Маскадская школа была и Муханская, и Облита Воскресеньская. Вось, это будынок, янцарком загавался, это будынок належу мировознаможному витеблянину, и я вам покажу планы, якие заховались. В чём я заховался, ну, заразумево там, что там знаходися такие специальные органы, и зараз знаходися. Вось, эта частка это не знаменит. Для меня эти будынки были, звычайно, вы бачили, да, двухповерховые, и они мали функционально господарскую часть, и частку, яка, ну, для людей, якие обслуговывали этих хозяев, ну, этих господаров, яким належали эти будынки. Они имели парадный выход и имели таки господарский выход. Безумомно, когда люди мали дозволить себе и прядцы в помощь с этими будынками, салтом, захавалится много, но скляпение в этом будынке. Незначные изменения там внутри, в чём я это ведаю, так что, ну, проходилось невеличкое доследование, рабить, вот это я и немножечко трапилась сегодня, так, вот так, я вызвала. Доследование по этому будынку. Это, ну, зверните умаку на это будынка. Коли я его переставровать, это буди одно. Дверь мне тякавый будын, я знаю, буду в лечении, да? Вось тое, что заковалось в архивах. Вось в архивах, безумно, нам роман зараз. Ну, мы бачим, что тут два типа будынка было, видите, поскольку те, кто могли дозволить себе франдом, и они амальше однольковые эти будынки. Эти будынки Суворова, ну, те перешние назвы Суворова, Толстого 30, Толстого 7, Толстого 15, Толстого 3, Толстого 5 уже нет, Толстого 4. Так, у Левобережной, Мишикарей, Покалинина, не памятная номера, это от дома. Но, зверните увагу, когда Калинина 14, это значит, Калинина 12. Текавейших иных так само добро заховавшихся, это классицизм. Массивные стены, это раскрепы, или барокко, это декор аж выпирая из этих фасадов. Ну, вы можете поравнать, по колькости декора, какие уживаются на фасадах этих будынков. И поставить такие процедуры, здесь ровные выпряманные линии, циркульное побудово, побудово на пропорции, это квадратные. Ну, квадратные, промокурненькие там. Вот это там планировочная схема. Аспадавши в охоту, ну, безумовно были в печи, и где-то приводили крыжовые скрепения, цилиндрыкшанские скрепения, такие же поют, и другие поют, и вы у охотными зами. Это все, что тычется типа будынка араманская. Вот так. Ну, еще один, еще один, еще один будинок, хотел бы звернуть вашего. Вау, есть некая особа, Тихановецкий. Знана история особа, чем знана, просторы видевшие на этой же, и баджейсковским, борцово-падрамским аксамрем, на самом деле же Тихановецкий. Вот. И этот дом по одним звезд, который я веду разуму, по улице Суворова 12, на Раху. И тут два плана привезены. И как раз, когда той будынке, которую я вам показываю, он квадратный, там по мешками будывалися один побольше другого, то тут уже была амфилада по мешкам. Ранее планерога будынка отрознывалась. Основной она была амфиладная сипа. То есть будынки сполучались один за одним. Калидора у них таковых не было. И у этого будынок таксана, он амфиладная адыба, но один, что им уже калидор присутнится, и он великий. А так помешками объединились один за одним, мы можем назвать великие кнои, потом шумием руку. Два участка, и вот эта участка. Это была ауна участка, два охота зарослых замарованных. Мы уходили, невеличкий калидор, и ось помешками, связанными в ряде с одним линейным. То есть другая башня на плане другого оповинка. Это уже будынок больше заможного, заможного жахара продавить и ось. То есть так само классичный приклад архитектуры стариклассицизма это так званый фронтон с модульонами. Они еще истинывают модульоны с сухарками, сухарки такие маленькие, зубчики, а вот это так званые модульоны. Правда, пьет, а так само и суньяна. Можете не истиновать вот в этой частке самого фронтона, да, с зышами и с вогнами циркульными такими, скрепованными такими белястрами. Али зубчики заховывались. И я покажу окно. Вот это окно. И оно все строгается только в стиле классицизма. Некоторые токи большие среди другие. Окно взроблено по этому узору. Это значит, что процентов, это не неоклассицизм, али все равно мы в классицизме они были иначе выдаваны по пропорциям, иначе выглядали. Вот это сто процентов классицизм. Такие, что были, наверное, киёс на крылового колеси дали крылового тры. Я не знаю, что это перебудаваны. Я надбудаваны по крыловому тры, али ж там заховались эти окна. И коли там згидит тын, то башня, что там, где скамерня открылась, неправильно, как она называется, там участка згидит. И башня с башней, чтобы эти будинки были перебудаваны. Все будинки, а май, что все будинки витебские, перебудаваны и перепланованы. Ну, а май, что все, что я хотела бы сказала о классицизме. И еще заховались будинки, будинок по этой улице, якая промыкает до нашего, ну, я как-то показываю, зараз я покажу на параметре. Где зараз, коли мы выйдем за это будинка, там зараз в церкве она лежит, написано церкве, вы выйдете, извините, у вас белый такий будинок, по улице. не знаю, это уже как и называется, но, ну, 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 так, и вот. Возьмите, вот в этой будинке все будут стоять классицизма. ну, памятная номер, это одно номер, там за раз знаходится жил 2, жил 3, заховались и они подобные на будинок по улице Толского 15, где знаходится Вольнинская церковь, да, на будинок по улице Толского 15, есть досусть в яру и паштовок в интернете, в книгах с этим будинком, и он на разное, в разное часы, а лежит вот этот старый классицизм, и он, так сказать, первый порядок не умел каменные скрепения, гаражовые, церентричные, ну, вышедшие поверхности уже были травлены, переключены. Чем я так скажу, я в ресторан, потому что основной вагой я звертаю одну архитектуру и шагу побудованы, инструктивно, и он в добром стане, захованы, односно в добром стане, а вот будинок на других берегах и на кинде, это находится тяжелой побочи, здесь уже где архитектыр так сам прибудованы, там бачна уже архитектура дали я распорядую крышечку про практичную архитектуру и как бы выдавана побочи, а лишь это классицизм. Классицизм узник у концы восемнадцатого ста года и проясновал нити до половы девятнадцатого ста года. И опошний час он исновал побочи, и уволю все стыли, и они перекрышовываются, не просто так прошла некая рыса и снова кончился барок, пошел архитектур и уже от декора уже у архитектора головы округа и уже безумовно находится тот человек и говорит, что все это кепско, что я знаю истину, истину это просто и грунтоваться на римскую архитектуру. И я не знал классицизм много, потому что те, кто далеко пришли, они съездили в Рим, а у Рима был интерес римской архитектуры и двадцать часов. Триумфуальные арки, например, наполеон наполеон изъезды у архитектуры, он привез тримфуальные архитектуры, это все копии архитектуры. Так запознавшивалась архитектура и дорогие темы, которые возникли, запознавшиваются архитектуры, а грунтовая цены, которые уже сказали, на органы системе. Классицизм это дорожественные архитектуры. Когда мы безумовно большинство корейнских архитектуры, ионичные архитектуры, в другом ярусе те, две. Я знаю, что они такие звездные, мы повинны быть эмоциями. что тычется там в интерьерах позднем барокке, это ракалия, признак ракакой, я думаю, что вы видите, это ракалия, завитушка и так далее. Все, поставим пробку, иду при этом, я не распределу, потому что по классицизму досы шьешь у нас дворец губернатора, добрый заховался. мне думали, что там интерьер, нас поделюсь, что расследование было расписано, и мне на Толстого оси, где отдали музей, там зашли роспись, у них опорчосы, мне понесли, что там были интерьеры расписаны, и мажливо, чтобы там заховались росписы первого гласителя, и фабы первого гласителя. Плац губернатора объявляют информацию в интернете, как они бороться, как они работают. Просто, когда будете проходить по-баш, зверните свою увагу на той его фасад, который выходит на бок звены. Это будет заходний фасад. Он опорчался надоречным ордером, таким вельми сталевым. Это поздний классицизм. Потому что правовая участка была узбодована крышку ранее. Это изменится все, что я хочу сказать про классицизм. 40% я распалю. И 40% так само распалю. Так. И вот несколько слов про эклектику я хочу распалить. Эклектика на простой эти простые классицизм с разумием, да? И вельми разногалиновые стыли. Потому что он позировался на цитовании и на сдобытках той артики, которой был неороманский стыль, неогреческий стыль, неогреческий, так званый, неогреческий стыль. вось. И покольки уже и Витебск был бойный город, и покольки уже технологии будовинства были больше развиты. И будинка не представников этого стыля заховывалась боль. Потому что больше хором было дозволиться, безумовно могли запросить архитектора, и распроцовали проекты, и удавались по проекту. архитектором архитектором барокко, архитектором барокко, витебское барокко, то витебское фонтан. Витебское, архитектор, фарное костел, и муспинский собор, вершине творчества фонтана. Огуль это знаковые объекты. архитектора периода эклектики, то на сегодняшний час, 70% архитектора периода эклектики. Есть значные побудовы, такие, например, круговый суд. Той суд, деревья была зруйнована замковая гора, витебское горе, на какой узник. Вы узнете типовый приклад архитектуры архитектуры, достаточно зафиннованной архитектуры, и она уживая ордерную систему. Каждый ярус опрацованный своим декором. ярус веке наказал больше степла працалам, мы бачим, тут другие, там заявляются больше декора. Чем цикал этот будинок? Этот будинок цикал тем, что им приняли удел уже не только архитектор, а и инженер. Я сейчас скажу, главный архитектор проекта и главный инженер проекта. Мы працаны над этим проектом, працавали два архитектора, что дикало, что у Розных Сустрака это так меньше архитектора. Али у исторической родовинки, когда была прорисована эта будинка, написано, что архитектор был каминским. проекты распроцвали на 73-74-м, а по будинкам скончено 80-80, конечно, на 10-80. Будинок на самом деле значный, и им уже выхористаны те новые технологичные приемы, которые характерны для той природы классицизма. барокко, и классицизм это будинки, там выдавались на технологиях с цервой. Скляпения выконывались царлянные, и калитровые были перекрытыми крыжовые цилиндричные скляпения, и бывшие были отравляемые скляпения, обижеванные древа, бельки, не более за 5 метров, можно было более 7-8 метров. Почему родились скляпения какие-то, кто мог дозволить все, потому что они не горят, сбоку пожарной обеспеки. У середины 18-го уже в удовольствии заявляются такие материалы как металл. К тому заявляется важная скорость больше поверхности и изъявляются новые типы скляпений. Находится повсюду невеличкое цельянное скляпение по металличным белькам. Я думаю, дороже, в этой будинке. Я доследовала натурный и видела, что участка скляпения выкатана по подвала и подвала. План подвала. в один будинку собрать все разностойные джинсы, которые пробовали. Это была первая зала криминального опасения. интересная история не буду наездить. Сверну на то, что когда мы развидаем будинки устали классицизма имели печковое отцепление. И больше захоластые невеличкие будинки. Так позначаются печки. И они находились печки. Сейчас печное отцепление у Витебска. Я видел несколько будинков, где заховалось больше меньше кофейная печь. Это 226. А так они были войнованы. Так в будинок округового Судана уже применяется иншая система отцепления. На штат теплопом были срублены буйные печи восьмин каких месяцев. И по их уже разводилось и окажут заборы. И было уже распространено по концу середины другая половина двенадцатого саутия уже системы канализации на этой мапе и двор дальше. так я покажу план где есть пробирания вот башни пробирания червоном их это электричное освятление мы видим что Витебск один спеший городок где на ростах Российской империи по фронте 13 там была одна спеша электростанция якая селковала основные такие в городе Витебск как мы родили проект реставрация то мы коррестовывались этими материалами все люстры там висят зарублены на подставу цвета и сами индивидуально вырублены и притрэмливались та усты той стилистыки вырублены круг што цикало шоу это рафинаваны што цикало в этом будинку кругово суда што архитектор выгрыз таки цикаву приемники экстерьер фасада его декор интерьер в интерьер и кали ну будь у вас можливость наведаць зал посиживания огородкану разумните увагу што в интерьерах тэш также апрацаваны стены моры я и вон кавая часы и подлога показать это большая то есть вискибюль поверх и подлога уже оформляется модель ябленно с участками это была литлакская плитка и лестница уже в музее назирали он зарублен из металла не только та в произведенном музее а та что належит ротканкану ну что цикавое что дало было познаменом с реставрацией это обыдинка что в подвале она а не памятная ее назву и ранее она связывалась с лестницей и при реставрации мы нашли металлические фронеты застались я зафиксовала и накрыли и так до этого часа мы чуть удалились по этому было уже сучасно было к аркама парт а эта лестница заховалась она связывала и вот в этой лестнице есть снуи заховалась и она начали реставровать ее не отрымалась а так это все а мах что еще один приклад я привожу две приклады которые закинутся по своей праце с реставроват и кали казать что все руминуется завтра сейчас будуются для того как будоватного будуются старые повиненам сказать что все будинки первые будинки не в в Витебску не в меньших европейских городах не перешел цел раскладками такими какими в север будинки все по несколько разов каждый проходим и первые домы будинки это показальные будинок сакрального типу в стиле эклектики таких костел архитектуры межном Витебском области до стен в разных салях ванны и когда я выкладываю у новополодцев архитектор мне прошу привести приклады гадычной архитектуры мне приводят кастер кастер архитектуры архитектуры это помники эклектичные я уже не кажу про шмар помников яке так званых муравилки русско-византийском стиле яке побуду ванну но это так само эклектики но там выкрасывались мотыры русско-византийские не быта русско-византийство это собор государственного лавары подавлено по проекту архитектора пиатовского знаного пиццербуржского архитектора это чисто неороманс листы архитектуры у архитектора что главное это пропорции на подавлено на соотносинах длины длины до ржини и до инших поминок так вось у архитектуры все угрунтовалось на квадратах и на циркульных формах у скажем той же архитектуры это стрельщики арки и иншие пропорциональные строи то есть тычется и классицизма и барокко стыли у этих пропорциональных строя просто розыг и хотим это хоть и не мы зауважаем это на уровне подсознания мы чувствуем гармоничность это архитектура это гармоничная архитектура что я подавала догованный архитектор ну и как бы мы видели это просто так что дорогая находится на буйнейших могилках Витебска было в Николаевских могилках и когда мы занимались реставрацией то больше из этих могил не заховались вот сюда вели оцепление и там когда раскрывали там было столько артефактов и ну и ранить был бараковый храм и а дьявол застался засталась капитали личного аутера и мы ее экспоновали и будет сейчас вас повезти погодить ну и так для справки фундатор этого костела захованы внутри самого костела ее суперновидка покоится сын батька и помочь самолокапница узнавленная кепско узнавленная бараковый фронтон и он разорван фронтон да ну что ты считаться ты же фронтоном нам каликулатистичный фронтон это бараковый троркутный фронтон со своими там наклонами 30 не более за 30 градусов может и менее ну и с пропорцией пропорциональной залеженности от дружины то бараковые фронтоны и они отрознивались и были случайно разорваны рваные фронтоны тут рваный фронтон нам ждал рваный участок и он реставрируется за раз собственность этого она сказать что ее смены до лепшего у нас прогонили в односи иногда спадшины мы в первом году распроцовывали проект реставрация и у нас не было возможности и не было технологии реставрации этого потому что есть свои складаны свойства три фронтон дымка это новое тело досыть якостно сделана реставрация это так званые вычинки это целое структовало было выжимано и имеется новое целое это то что тычется поселом святой варвары роман не романская остыля и вовле так званые отзывания остыля потому что я оживаю все таки випадку ну все а он основал в конце 19 початку 20 год и пропагандовали этот стиль для дома архитектор у него згадывается Швертер они боюсь помылиться вопросом они сказали что танковые фасады их требует каждый раз ремонтовать для них фасады со собой целые доли больше функциональны и это стиль она была великая в Европе и в России и в Витебску полная колеса с так званым с ней и в этом доме он так само выкористовывает цитаты либо с классичных форм либо будинок в котором мы находимся в Костричническом 13 можно с натягиваться бараковых форм т.к. 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 которые больше вытравлены, и важно, что в распроцовке проектов промалывал длиннейший архитект. Я хотел сказать несколько слов о тех временах 10-15, и потом мне задали некие пытания, может, я не уж не пропустил, может, я не уж так поздно сказал, что у нас осталось сейчас. Я хотел бы сказать о промысловой архитектуре. Мне посчастило реставрации в Ломенской территории Лисовска, а, в уголе промысловая архитектура на территории Витебска. Ранее основали просто артели, невеличкие. Мы сказали, вот Косинская, Кожемянская церва, в уголе заруджавые. Там селились арты, кто занимался выделкой этой кожи. И основали такие артели, Кожемянская. И это Воскресинская церковь, это основное шумношное изгладение, давали те, кто занимались выделкой этой кожи и т.д. И основали ганжарные артели и мастерные. И первое, даже задается, было такое обыдное промысловое, это Кожемянская фабрика, а другая, это Кожемянская церковь. Это на початку 19 стадузы. А мануфактура Лисовска, это не где-то середина, приняла свой основный рост, и пришелся на середину 12 стадузы. И она заховала запечатка на ее интернете, ну там, счет фактора, где Йосуява основных по буддову, это мануфактура Лисовская. И они, дальше, добро заховались эти будинки. Ну, два основных будинка, это контора и сам промысловый будинок. Так, вось контора, так, и мне Йосуява, и она до реставрации, что она за ним являла. Дальше, ну, историки в нее не значили отряда, какие из архитектора удивились. Ну, с моего боку лежали, это рука Тихона Васильевича Кебардина. А, я сказал, да, что у нас два там архитектора, которые, ну, загадываешь архитектуре типское барокко этого фонтана, а клей, так это, можно сказать, что Кебардин. Потому что он достаточно долго бывал на архитектуре, допустим, около 30-ти, а уже более года. И на ее партнеру он выкористовывал свой адекватный архитектор, там, что-то, у него добрая эдукация, и выкористовывал, доброволодов, архитектурная стилистика и, ну, двадцатисычный целом, ордер, так взял. И поэтому архитектура добрая башня, что это прибудована, частка, центральная частка, и он, этот будинок по исторической даритке перебудовывался. Бывает, были лагули с особого целого выкананы и опрацеваны по самому. А может, это целиком было, целиком такие незвучайные творки Бардинова, потому что чем цикавы эта будинка? Так. Чем цикавы эта будинка? А эта будинок цикавы тем, тоже послали славаться, что окромя двух часток, которые выкананы целиком за собой целом, основанная тынкованная частка. Ну, из моего боку, это больше поздняя частка, хотя я не знаю таких докладных известных и не знаю, что у нас натурных вышел, что это... Дальше, тут была галерея, были выездки, вот такие, тарасы такая, с конторы, и перед ним была такая, ну, надей, в уяве, печатки, рахунка, это, мануфактура, это есть. А центральная участка была працана автором, таким классичным автором. Ось, и ну, осталось, и и после осталось. И зараз там месяца, ну, ну, или это, что там месяца, зараз. Так. А вот в этой частке, это, это, это бутворческий цех, где выраблялась. мануфактура мануфактура лесовская, это буйнейшая мануфактура международной Российской империи. Я зараз делаю в интернете, типа, по телеку, я не помню, армяне, верни, гонорились и тем, что у них там камин с кафлей, которая выраблена на мануфактуру лесовского. И там таки камин, не правдославим, там кафля с позолотой, с этими дилями, нечто, ну, невероятное, оба невероятное. Есть узоры кафли в этой захавались, я на музее здаётесь, мануфактурная лесовская. До речи, и мы значили кавалочки этой кафли, когда работали реставрацию, там захавались фрагменты этой бюджетной обжих, обжих, ну, кафлянки вырабывали. Промисловая архитектура не только у Витебска, а и у Минска захавались неколькие будинки промислового архитектурные во всей Европе. Она зараз набывая инших в Шунце безумно, там никто не заразит не обжигание, не вырабляя кафлю, это иншими сводками робитель. Так, я просто хотела вспомнить, это мой гонор, какая она была, такая зонюбанная, и так, это процесс реставрации, что тычется именно этой архитектурой, как я уже казала, что в середине 19-го с того здесь появились инши материалы, инши конструктивные схемы. И вот, как выдавались промисловые цехи. Это первый поверх, где были печи. Это общая скапля. защита, да, я вам покажу, там у меня есть уже раскрытые, раскрытые эти обыльки. Вот это чугунная колонна, ну, покойки архитектура эклектичная, она нежно на штат капители, там были же раскрытые базовые, тут бетона, наверное, напитые, или была раскрытая, нежно на штат базовые, и на их обопирались металличные бельки и соляные скрепки. Вышли другие поверхности, уже были травляные. я не имею в виду какую функцию, там на другом появился, что там родилось из этой кафли, может там некий, ну, там она складировалась, может некий инши, хотя и снова там и нарезки. Ну, восемь. И при реставрации они дошли в добрым стане, бачите, какие бурики, ну, классичная конструктивная схема. они в добрым стане, никто их не разбирал, они были покинуты, ну, там, техничная справоздача, что они в добрым стане, что их можно просто выделить. А вось металличные бельки всякие, ну, значились в суде, ну, как они сполучались, капиталька, а вось бельки металличные выделывают дороге в доме. Ну, и вот что, то, что оно по своей столовой. Все это было очищено, и путем морделями раздорован. Еще бы я опошли 5 минут, хотя бы покойки, ну, основанное, Моя специализация, можно так сказать. Это сталинский ампир. Некольких рынков, которые я хочу вам показать и рассказать. Вот это глупые академии. Ещё не выходят на жару список. Но вот эти полутора и шуманных рынков сострекаются. И принципы, которые используются архитектурами. Сдвоенные бельястры. Такая паллодианская архитектура. Крышечку сантон заобожаете. Угол и наклона, высшейший, чем классическая архитектура. Что интересно. Попочь с тем, что заховалось. С тем декоративным воздавлением. Наша беда и, оказывается, это пластиковая столянка. А вот эти элементы, которые заховались, аутентичные, в интерьерах. Ну, розетка, люстра. Вот так выглядали. Люстры в Санкт-Петербурге. И всё. И цифербовалось. И вот опрацовка портала. В целом заховала пластиковая дверь. Ножа. И нажали, что он умеет у вас усесть. А так вдруг раздыхавался. Ну, вот какая-то будет снято. Люстры перейдут на дальшую капусту. И вот это кадрик. Так, я пропустил модерну. Но в этой модерне у нас есть некоторых модернков. Искра укреплата. Это был позеленный Семянский банк. Это эклектика. И в той же час это модерна. Что мой модерн? Потому что модерны, ну, я дайте. Основно, не модерны, а длинный стиль. Потому что я сполучал с собой неколькие мастерства. И живопись, там, мозаику, леднину. И архитектурный пласт. И у нас там заховался я лишь в добром стане. И не только из Олба, а и из интерьера. И когда проезжают где меня в гости, я зажду их. И когда я буду показать в Витебск. То есть в месте, куда я их вожу, где-то там. И показываю, зажду их в вести. Будет показать, что родители заховались в ЕС. Больше не очень таким добрым станем. Базильяны в вашем. Но я стараюсь показать те аутентичные элементы, в которых я заховался. Ну, и некоторые видовые хруппы. Безумовно, в которых я даю за Олба, объявления правки. И вот этот вокзал, Витебский вокзал. Ему можно долго расповедать. Потому что он был один из пеших вокзалов, там, кто был подавлен в Витебск-Обловске от Желунка. И с улиц Питера она изъявилась. И это нашло время свое уплывное развитие города. Ну, и сразу пошли развиваться там. Промысловность. Но не только в Витебску. Это ж все взаимосвязанное, я кажусь. А Желунки нашло свой отбиток. Наличные были и в архитектуре, и в домительстве, и в новой промысловости. И он был несколько разов переобудованный. Это особный размой про архитектуру Черношного вокзала. Её с Ульярой. И он был даже початковым. Потому что в начале 20-го года он был переобудован. Перебудованный. И после войны снова переобудованный. И, ну, не знаю, на моем боку удерживание в Витебскому членочному вокзалу по счастью. Потому что он был назван по проекту Мезенцева Душкина. Завтра есть архитекторы, ну, такие мэтры. А Мезенцев это мэтры. Но мэтры архитектуры с таинской классики. Ён автор, ну, знову Куздушкина. Знакомитых, ну, одно из ознакомитых высоток московских, где там есть замежность права. Не скажу, что замежность права. Да. И есть еще не какие-то походы. И вось Витебский вокзал. Вытончена архитектура на нео-нео. Нео-ренессанском стиле. Потому что вот эти таки так само был нао-ренессанском. Сталинский ампер. И он так само выкрасывал у своей архитектуры разные стили. Это не обовязково была римская архитектура, теоретическая архитектура. И выкрасывалась ренессансная архитектура. Больше с приемом и у побудовья самого вокзала это ренессансные. Церковные архивальты, двухсветные просторы. Ну, на штат итальянский палац периода ренессанса. И вот это так само приток классичного процелкового портала это миновида ренессансная. Выскали мы ему. И вот так само он был побудован после войны. И некий час проясновал. И потом пошли перебудовы. И с каждым часом это перебудовалось все становится больше и больше. И когда ты прокляешь руки на тебе объект, ты повинен зайти тое пошепочатковое. И получить с участвыми потребованиями. Сбоку инженерных сеток и инжен. То, что мы опрямовали. И что? Это операция по реставрации. Это не хочу показать. Потому что она можно расставлять дома. Вот такие что мы тратились с заполнением проема. И с большего что отрывалась узнавить. Для меня Витебск это Вильнинское барокко. Моя пара это узнавитель ансамбль Витебска. И я думаю, что все связывают Витебск напер с Вильнинским барокко. Что такое Вильнинское барокко? Походится с Вильнин, нашей былой столицей. Там большинство заховалось разными местами. Есть шмар литературы по этой будинкам. По вильнинской архитектуре. А про Витебск и Вильнинское барокко. Я доследуюсь в основном польские доследчики. И тоже бомерские. Есть и безумовно российские доследчики. И та же доследчики. Я не доследчик. Я реставратор, как вы ведали. И мне все тянет в бок расповесить. Что это такое? что я уже лучше. Когда я разведаю архитектуру, я говорю, что тут перерублено, ягода перерублено, ягода перерублено, ягода перерублено, что перерублено. Уже некие такие вещи. А что тут не так сделали. Но разом с тым я хочу сказать, что пройдет час. И мы будем анализировать типовую архитектуру. это сбуду на проекте период классицизма. я уже заразная народ. этой выгонки облики мне наказал и Аллык, чтобы я хотела, чтобы вы вынесли. Это то, что Витебск заховалось. Витебск это город, каким помним стилеклассицизм. и стилеклассицизм это не только архитектура так завжды. Это и литература, это и мастатство, некое декоративно-прикладное мастатство, исторические подеи, связанные с войной 19-го года. И что отбывалось сразу каля это. И у нас заховались эти будинки. Ножа не находится это иллюстрование в функциональном обозначении этих будинков. Неких таких связанных с этими подеями, как это улучшало масло и ножа. И я спадеюся, что эти будинки, которые заховались, неким чином будут связаны у агурный ланцух. И что тычется, мне приемно, что эти будинки по улице ленина 11, 10, 12, 12, 16, 15, это. Мне удалось обреставровать и показать, как саправанным легаловаться архитектурой. И заховались эти будинки. мы можем в 12, но это архитектура ас родин. Это архитектура архитектура. Барокко, наша виленская барокко, эти будинки, которые были, это артикулированная архитектура, она доедет, а побольше есть архитектура о Сарозе. И на конце, то есть, как у Денбургский, есть в интернете все получаются, и вот две выявы получены, вот как в ляда у Витебска, в начале конца того, вот у вас Красинская церковь, Кожемянская, там есть хоровенная синагога. Так, дворянских собраний, я имею в виду, дворянского особо, здесь зараздают театр, эклектика, с интерьерами, ну там, в архивах заховались достаточно материалов. По повязку прац, я працую в архивах, материалов паркитектора Витебска, ну, полная колес. И есть интересные материалы, просто читать эти книги, как литературные новеллы. Медопроводные веже на Могилевской площади, Могилевской площади, на жаль, сгублено реальное училище, зараз не використовывается, в Гогилевской площади, церковная забудовая, так называемая казарма Ленкаранского полка, ну, где зараз у вас Красинский. Лена шестнадцать, дванадцать. Муршицкая гимна, взросплаченные, так. Гори, мы еще раз говорим про обновления, да? Прежде всего, скажем про некие сакральные помняты, да? Т.е. Могилевской церкви, Пенска, Собор, Причин шастин, ну, они начинают обновлять с него, подыш, на него выглядит. То есть, ну, прямое дело, у них обновление, ну, благополучия, и кем-то где они, как здесь, поиска. Да. В основном, приходит у скасяцкая церковь, она как бы обновлена оборудована в стиле, а в этом у ее есть незразумевые элементы выглядят собой. Ну, я бы не хотел там, ну, так между нами, а не между нами, что проходит. Там есть моменты, которые, ну, понимаете, есть складаны. И аутопротеставации на уколке Роменька Роцкая-Миколаевич, мы разом далечко там учились, однокурсники, я кажусь, и он там рассказывал про те складанности и тяжкости, и какие узнятые процедуры подчас реставрация того, мне готово штычиться и того же базилианско-успенско-собора. Безумно, так есть завжды, если ей некий компромисс. Для меня эти будинки, да, я не только яка, ну, я не артикуляваны, но я не помники рада выдавлены. Потому что их аутентично, аутентично и страшно. Так можно только включить все-таки архитектурное воображение, я кажусь, и додумать, как это могло быть. И, ну, подчас своей праздник, я лежу в аутентичной опорнике, я разумею, что крышечку не так все. Когда проходишь, и лежишь, когда опорниках с участной реставрацией, ну, это нечто иншее. Есть такая так званая Венецианская харта, и там, и Рижская харта, ну, Венецианская харта не дозволяя узнавления. Рижская харта, понятно, ну, она дозволяя целостную, так званую, целостную реставрацию. Мы знаем, не только на просторе, там, былого Советского Союза, а и тоже Германии, когда Дрездене узнавлено до сарква Святой Марии. А я же там, ну, крышечку ищи, когда работают. И там больше, ну, и реставратор заховалась, и больше, ну, больше опыта в этой праце. Там каждый аутентичный кавалочек, який они нашли, они муровали. Потому что, когда из вагоны, то есть, то есть, то есть, то есть, смотрели equity на BCE, эти черные кавалочки. И они просто муровали. Реставраторы разрядали, где были этой кавалочки, и туда муровали. Так званую метод, а нас телылmi. И, ну, який оставался следостной реставрацией? Да, целостной... Ну, реставраторам Заворов была на бутеховале будет взорваться следостной реставрацией. Но я оставался до этой остановки, потому что, ну, а она юзь, Это есть идея на романстве, потому что есть потребность в романстве. Помните свои истории. У Ася Родины. Это нормальная зиява. И она была весь час. Мы там перебудовались. Это все складано. И в той же час это убили просто. Мы это потребны. Мы взяли. Есть некие чертежи. Есть своя методика. И тоже рисовать. Когда я принимаю удел о мерковании. Проходятся те выпадки отправляются на Раду. Министерство культуры. Я задаю питание только по методике. Чем вы корыстались? Какими крыльцами? Вы корыстовыте это? Ни кипер и так далее. А есть шума дополнников. Особливо, когда ты ведаешь. Все-таки у меня нет других пузырь на этой пузырьке. Когда я прохожу побольше за Воскресенской церквой. Я иначе ее воспринимаю. Чем просто когда проехали. Больше людей их воспринимают. Я уже воспринимаю крышечку иначе. Но это очень некоррестно для города. Когда уносится Успенская церковь. У Воскресенская церковь. Мы обладали архитектурой. Это наша архитектура. Тут працевала ее за фонтаном. И эта архитектура для меня была с великолитра. Да, это макеты. Ну что? У нас есть не макеты. И мы побольше за это не снуют не макеты. Нажали они так само в кепском стане. И я в этом наук ввести шмар прикладом не макетам. Нажали. И для себя так сердце шинит, что по-первыхам повинные законсервоваты не макеты. Яки снуются в аутентичном комнате. Я потом уже переходит до этого. И такие же процессы отбываются не только в Витебске. Они отбываются и в Польше, и в Германии, и в Франции. И в Сюль. Просто подыходы взрослые. Масштаб можно так говорить. Меньше. Скажем, пытали отправление в иезуитское гостё. Да? Да. То есть, дурально, что зараз католитская работа не может быть. Возможно. Але я не дадусь внутривуюсь к вам центре города. Но это раньше, чтобы из питания обе главного линия в выводе 18-е годы, а будьте по старой работе 60-е годы, 19-е годы. Ну, перообъем. Ну, я сразу разумею ваше питание. Мне переконали, что у стилистов... Воскосельская церковь это сам же было перообудовано. А лишь вы заважаете, что это купола барабана не было. Это позднейше. Потому что, ну, вроде, она стояла, как бы это было. Ну, и рада, как бы, узнавлялась именовида Ленинская барабана. И... Ну, там был некий компромисс. Потому что того, что, ну, та архитектура, я каюсь, но я зараз это... Ну, я, в угляд, как-нибудь знамокольжен не истовала. Там есть такие, ну, взрослые периоды, ну, так... Ну, это компромиссное, компромиссное орошение. А что отличается иезуитами? Их сбирались, узнавись. Уже два раза были складные камни, выбитые. И я присутничала на рате, где принимали подморки, а они даже заховались, эти подморки. Перший повер, там, поднялась. Они заховались. И в минулом годе я был керамником диплома проекта, где пропоновалось его узнавить, ну, иезуитский собор, и не присутствовать его, ну, по романске, на этом. И я решила, что произведение часа и будет узнавленной. И там эта плясовка заховывается. Потому что мы были и ждали там, конечно, заподавать весь час. И казалось, что это не могло, там есть свои складанности. Не буду уже там грузить, я кажусь где-то мель. Ну, я сподяюсь, что все-таки будет узнавленной. И Бернардины будет узнавленной. Зараз это складано, почему? Потому что, ну, у города, у города это же не 20 и не 30 тысяч, как было в початку 100 года, а 300 тысяч. И автомобили это же, ну, у разных болей. И пока не изъявится этот полночный мост, ну, это складано. Казаться там, что, ну, у города есть шматы инженерных пытаний, шматы, там, транспортных пытаний, но придет час. И все, ну, вот, повинно стать, именно, свои некие такие? Я еще одна вопрос. Не знаю, но вот весь час про реставрацию, возможно, как, там, скрально архитектурно-монталарем, а от визуство в 70-80-80 годах было излишено доски вспоминкой колонадзянской архитектурой. Живой тут до започных прикладов, да, это архитектурный анкзамбль по одному богу проше свободы. То есть, ну, все ведутся некие взручные, ну, эти варты это обновляется, эти вуды, все будет успешно. С моего богу речения варта. С моего богу речения варта. И я, ну, пергадана, потому что там, ну, тякова архитектура. Я еще на то, что там есть, ну, и клетчатая архитектура была, там же банк, основной акцент, ну, за будов этой улицы как бы, родовая забудовая, какая была знаймо по уключению, варта, потому что она была насыщена декором. А зараз не хватает на декоры. Сталинский декор – это нечто инже. У старинской архитектуры, у старинских мампиры, да, масштаб деталей – иншим. Ну, и лекция по архитектуре. И я кажу, что начиньше отрознивается классицизм, да, архитекторы сталинского классицизма в УКО выкористовывали декор. Ну, там, фигура номер один – это жалтовский. Но, коли ордер до фасада прилеплял, то это на пять по верхам. Колонны на пять по верхам. В основном, программные по будову. То есть это масштабно можете себе объявить. А тут сильно такого не было. Ордер – один по верхам. Ну, там же баронка. Справа – иншим, что там помер был крышечку иншим. Та же процовка улицы, ну, почему мы казались, сгубленная. Ее масштаб, масштаб деталей и масштаб улицы Керова – это иншим. Это иншая процовка. Она не хапает. С этого боку не хапаюсь про процовки. Я споделюсь, что некие будинки будут расслаблены. Ну, такая процедура. Ну, дозвольте что-то. Ну, то есть, на кольке мне там плавнуется… Нет, на кольке плавнуется, однако есть идея – одновление Софийского собора в Витебске. Ну, в плане, чтобы ты точно реку полоску или, да, попадалась в Витебске. Я… Я думаю, оставлюсь. Я думаю, оставлюсь. Лечу это, ну… Ну, моего буквы решения просто некими позумениями, что… Ну, это… Ну, кроме того, что это не добрые помыслы, есть и наши… Ну, то есть, это… Буклы притянутые, а не ведая откуда. Ну, ведая откуда это притянутая идея. И… Ну, и… Самое… Керпское, что и она бывает все больше и больше. Я… Я… То есть, там, да, чую, что в мире никто не обманулся. Все там забираются, робились. И… Ну, я в Вене Керске остаюсь. И коли в мире запытаются, я буду писать, что я… Одному остаюсь в Вене. Да. Слушай, это приятная такая… У Стре Софии. Я пойму быть в полосках. Другой никто не ведает, как она выглядала, покрыться в Вене Керске, что одно не свое. Так. Целка не вам не сгоден. Ну, а вы дома такой, можно убить его. Так, ладно. Вроде ездили там же. Про ворота архитектуры. Вы скажете про костел Святого Антония. И бискуп теперешний. Я думаю, когда его призначили, он сказал, что одно из мэй ты его, ну, за одно из маев, я кем хотел бы это, но я не костел свят. А лишь дорогу поширили, да? Там же уже… Ну… Это технично поширили. Нет. Технично можливо. Я думаю… Магонично. 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 Мы говорили про працовки. Ну, подчасто то, что там зараз будуваеце, ось там мизе, да? То, что будуваеце, с того боку, оно павинно нагадываць кляшкам. И одно из умов было, ну, тем инвесторам, что по своему масштабу, по метричному, ну, ее освояла. И что она не… Масштаб этих вокон, все это павинно быць, як было гармонавлино. А сам Антони, ее только одну полосу займае, навыть не полосу, а для громадского транспорта, ну, так званая разгонная, те не разгонная, те полоса. Я только эту полосу выходитесь. Мы маем прыглады, и я памятаю, как коли вставало питание о тринитаре, ну, сучасных, покровах, коли мы родились, что это далекие часы проекта реставрации это, нам казали одно из этих, что вы загружаете в улицу Ленина, там, ну, нет, ну, и мы пройти реставрации, был проход через этой кляшки. Ну, по-любому, мы были тринитаром, потом обмогились, ну, те оружие не хотят, те что. И сразу сказали, вы бачите там, ну, такие, замест, раз, два, три, четыре, замест пяти, три полосы. И ничего, там я ни разу не бачу, как там были некие пробки, те что, и там не мая, это слепала, светлофора, ничего, все на руле. То есть, мое, ну, застеслили, такая проблема, ну, то, что мне казалось, возник непоношенный мост, и отразу вот это питание за этим, просох, за хавана, поморки, из уют, материалы есть, все выявы есть, и я веду, что есть жадание, и это было время недоброе, когда вознялся. Но вы понимаете, что в моем уголе жены не столько иезуэти, сколько и Бермартины повинут повстать? Тогда я на рынке вопросов взял там, как бы шебруси. Мне не менее подобается, что, да, елду поставили, помню. Не там не требует, я буду собрать в это, но ножами просваховываться у нас. Весь час просваховываться у меня нет проблем. Дякую великое задание.